Сегодня в Архангельске прошло заседание Президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. В ходе заседания, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина, обсудили в частности ход реализации проектов «Белкомор» и «Глубоководный район Архангельского морского порта», а также развитие Северного морского пути. В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, главы арктических субъектов России, представители бизнеса и научных организаций. Наш округ представил глава региона Игорь Кошин. Он поднял вопрос о требованиях Роспотребнадзора к строительству новых учреждений образования и здравоохранения. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами. Участие в брифинге приняла и руководитель Департамента образования Ненецкого округа Галина Медведева. Если соблюдать сегодняшние санпины, строительство каждого детского сада выливается на Крайнем Севере с учетом неразвитости транспортной инфраструктуры в сотни миллионов рублей. Сегодня норма 2,5 квадрата на ребенка. А в той вот сегодняшней переполняемости кабинетов, если сделать, например, 2 квадрата, как когда-то были санпины, вернуться, то на эту же площадь можно, так скажем, посадить чуть большее количество детей. Ну, 60 квадратов на 2,5 или 2, да? То есть до 30 человек. Вторая проблема, наверное, вот сегодня у нас есть предписание, что у нас в старых, особенно в детских садах, на селе нет водоотведения, водоподведения. То есть холодная должна быть горячая вода, по санпинам должны стоять унитазы. И в детских садах, в старших группах. Проблема не только водоподведения и отведения, даже если мы ее подведем, должны быть септики. Сталкиваясь с другой проблемой, септики нужно вот куда-то вывозить. Мы сегодня не имеем, да, полигонов для вывоза. Поэтому, считает глава региона Игорь Кошин, для различных климатических поясов должны быть разные санпины. По факту, получается, у нас очень интересные вещи. Санпин для Москвы, для Каратайки или Буишкары, они абсолютно одинаковые. Нормы учебных кабинетов абсолютно одинаковые. Нормы врачебных помещений точно так же абсолютно одинаковые. Понятно, что детский садик, скажем так, на большой земле и детский садик в условиях заполярья – две принципиально разные вещи. Безусловно, условия для жизни должны быть созданы и в Москве, и в Наринмаре, и в Каратайке на определенном уровне. Но у нас какой выбор? Либо строить детский садик, либо у нас просто не будет возможности его построить, потому что, соблюдая те сегодняшние нормы санпины, строительство выливается в сотни миллионов рублей. По словам Игоря Кошина, с этой проблемой сталкивается не только Ненецкий округ, но и все северные регионы страны.